Вчера, сегодня, завтра. Профессия школьного учителя во все времена остается одной из самых важных, значимых и ответственных. С ней так или иначе связан каждый человек. Ведь школьные годы забыть сложно. Они яркие и разнообразные. И в этом прямая заслуга учителя. Полностью согласна с этим и Татьяна Чебурахтина. Впервые в школу она пришла пять лет назад. Учительница начальных классов в родном селе. Проработала недолго, пришлось переехать в город. Здесь решила сменить профессию и несколько лет трудилась в другой сфере. Я думала, что все. Педагогика это не мое, потому что я сменила место жительства и думала, что городские дети это совершенно другие дети. Я боялась начать заново. Но оказалось, это дети везде дети. Я все-таки решилась в этом году, не пожалела об этом. А то, что пал выбор на эту профессию, я с детства мечтала стать педагогом, с детства мечтала работать с детьми. Не важно, либо это дошкольное образование, либо начальное образование. Но все-таки я выбрала начальное. Потому что жаждущие знания и глаза детей, говорят сами за себя, тянут к себе. Наверное, это судьба, признается Татьяна Николаевна. Любовь к детям и давняя детская мечта взяли свое. Татьяна Чебурахтина сегодня работает учителем начальных классов в четвертой школе. Под свое крыло она взяла второклашек. Несмотря на то, что с начала учебного года прошло всего чуть больше месяца, малыши уже успели полюбить свою новую молодую учительницу. Мне нравится, что она весела, но немножко строгая. Успела полюбить своих подопечных и сама Татьяна Чебурахтина. Молодая учительница уверена наладить контакт с каждым ребенком в классе – главная первостепенная задача педагога. Самое главное в работе учителя – это найти взаимопонимание с детьми, также с родителями, потому что педагогика и преподавание, и обучение детей – это прежде всего процесс работы учителя и родителей. Потому что если домашние задания будут выполняться только самостоятельно, без контроля, без руководства, результаты – это недостаточный результат будет. В первый раз в школьный класс в качестве учителя в этом году пришел и Вячеслав Славнин. Он также работает в четвертой школе, преподает технологию, обучает мальчишек мужским делам, работают с деревом и металлом. Сам начинающий учитель этим увлекается с детства. Вы знаете, когда я здесь работал на протяжении семи лет, и до образования вел, я очень часто сюда заходил. И мне всегда хотелось здесь работать именно технологией. И в этом году я окончил профпреподготовку по технологии, и вот поступил сюда. Сначала это было тяжело первые две недели, а потом потихоньку начали работать. Я хочу сказать, что самое сложное – это, наверное, организовать на работу, поставить прямую и взять, что по ней выполнили. То есть бывает порой такое, что просто дети говорят, нет, не хочу этого делать. А многие дети, которые способны, они вполне этого достигают и выполняют. Главное в профессии учителя, по мнению Вячеслава Славнина, строгость, умение донести информацию до каждого, дисциплина, лояльность. А в работе с мальчиками это приобретает особую актуальность, признается новоиспеченный учитель. Ученики преподавателям довольны. Хороший человек умеет. Добрый, это объясняет хорошо, понятно. Дальше смотрим, у нас идет корень из трех пополам синус-альфа остается и минус, одна вторая синус-альфа. А вот за плечами у Натальи Андроновой огромный опыт. Учитель математики первого лицея свою педагогическую деятельность начала в 1989 году. Свою профессию влюблена с самого детства. С того дня, когда Наталья Николаевна провела первый урок, прошло почти 30 лет. И сегодня она, педагог со стажем, говорит с уверенностью, в выборе профессии не ошиблась. В первую очередь это профессионализм учителя. То есть он хорошо должен знать предмет, владеть современными методиками. В наше время нельзя отставать от всего нового. Но, естественно, это и любовь к детям. То есть в первую очередь нужно любить детей, стараться понимать их, найти каждому ребенку ключик в душе. И тогда успех будет карантирован. Тогда все получится. Дети отличаются. И отличаются, наверное, в лучшую сторону. Хотя дети и в то время были, конечно, очень хорошие, талантливые, способные. Но они сейчас более открытые, позитивные. У них шире круг интересов. Они много знают, интересуются. Многие вещи они знают лучше, чем я. И мне приходится у них учиться, от них не отставать. То есть чтобы с ними идти в одну ногу. Иногда я обращаюсь за помощью к ним. Они мне помогают что-то усвоить, что-то понять. В этом учебном заведении Наталья Николаевна работает с 95-го года. Ее ценят, уважают, любят и ученики, и коллеги. Мы все горячо любим Наталью Николаевну, потому что она может понять человека. И правильно как-то объяснить. И она внушает доверие. И в нее всегда можно положиться. И она всегда нас принимала таким, какие мы есть. И на самом деле я такой человек, который постоянно хочет как-то выделиться, что-то сказать, где-то выступить. И Наталья Николаевна всегда позволяла мне самой устраивать классные часы, несмотря на то, экспериментировать, как-то выступать перед семьей. Она позволяла нам всем самовыражаться как-либо. С Натальей Николаевной мы знакомы с детства. Вместе ходили в детский сад. Вместе учились с первого класса по десятый класс. Уже в школе она отличалась любознательностью, справедливостью. Она очень хорошо училась, была круглой отличницей. И когда через много-много лет мы встретились здесь в новом заведении, то уже было видно, что это одаренный учитель. 5 октября все эти педагоги, а также сотни других чистопольских учителей отмечают свой профессиональный праздник. В этот день им дарят цветы, подарки, говорят слова благодарности, признательности, желают всех благ. Всего самого хорошего, доброго я пожелаю своим коллегам, чтобы на работу они шли как на праздник. Хотя работа у нас, ну нужно сказать, не совсем простая, и нет свободного времени. Но тем не менее, учитель жив пока учится, и нам есть к чему стремиться. Здоровья, счастья, хорошей семьи, хорошей жизни, чтобы хорошо денежки получали. Прежде всего терпение, здоровье. Самое главное, наверное, без здоровья мы не сможем обучать детей. Также, чтобы было в семьях порядок, если будет в семьях неблагополучие какое-то, тоже тяжело находиться в этой профессии. И поддержка семьи необходима, конечно же. Ну и, безусловно, чтобы успехи были, достижения какие-то. Я пожелаю учителям оставаться такими же любящими, добрыми и мудрыми. И хочу, чтобы они продолжали нас учить и совершенствовались в своем деле. Терпение, терпение в этом нелегком труде. Здоровья, счастья, радости, учебы, чтобы ученики себе пятерки получали. Долгожитие – это обязательно, чтобы мы еще приезжали много-много раз, видели их, говорили о наших успехах, и они говорили о своих успехах. Учителям в этот день хочется пожелать, конечно, большого терпения, огромного здоровья, благодарных учеников, терпеливых родителей, потому что мы работаем и с родителями, ну и хороших праздничных, солнечных дней всегда.